Два дня спустя был брак в Кане Галилейской. Иисус с учениками тоже был зван. Иисус с учениками тоже был зван на брак. Иисус с учениками пришел на час. Что он вам скажет, то сделать и должно. У иудеев есть обычай ритуального омовения. И для этой цели там стояли шесть каменных сосудов, вмещавших по 75 или 100 литров каждый. Наполните эти сосуды водой. Они наполнили их доверху. Теперь зачерпните воды и отнесите к распорядителю пены. Иисус с учениками. Иисус с учениками. Иисус с учениками. Они отнесли ему воду, которая превратилась в вино. И он отведал его. Он не знал, откуда это вино. Знали только слуги, которые зачерпывали воду. Тогда он позвал жениха. На торжествах все подают сперва лучшее вино. А когда гости уже напьются, то что похуже. А ты сберег лучшее вино под конец. Так Иисус сотворил первое чудо в Кане Галилейской. Там он явил свою славу. И его ученики уверовали в него. После этого Иисус, его мать, братья и ученики пришли в Капернаум. И пробыли там несколько дней.